Этот светофор известен на всю страну и попал во все новостные ленты. Власти города установили его и подключили прямо на пустыре год назад. И пояснили, вскоре быть на этом месте перекрестку и новой дороге. Но только в апреле уже текущего года разыграли контракт и сейчас долгожданная трасса начала приобретать очертания. Жителям района стройка под окнами домов не мешает. Говорят, устали от гоняющих по двору машины. Она очень давно была нам нужна, потому что мы даже из двора не можем выехать. За минуту 9-10 машин идут. Идут только через двор. Сегодня этот участок инспектируют представители общественного совета при областном департаменте транспорта. Совместно с депутатами регионального парламента и мэрии города проверили, соблюдает ли подрядчик график и качественно ли выполняет работы. Но уже в проекте обнаружили ряд нарушений. При осмотре дороги в дождевую погоду появились у нас пучинистые места. На самом деле глиняное основание и пучинистость с 30-сантиметровым заложенным проектом слоем песка подрядчикам и заказчикам считаются не совсем достаточными. То есть на сегодняшний день вопрос вынесен собственнику дорог, департамент городского хозяйства. И принимаются решения в части корректировок по объемам закладываемых материалов основания дороги. Как уверяет подрядчик, на сроки сдачи объекта изменение проекта не повлияет. А вопрос по укреплению основания решится до 15 июля. Помимо общественников и заказчиков, за ходом исполнения контракта призвали следить и авторов проекта. Дорога должна быть сдана к октябрю. Помимо почти 900 метров нового асфальта, здесь должны оборудовать тротуары, автобусные карманы и парковку на 100 машин. 46 миллионов рублей, деньги немаленькие, но падение здесь было небольшое, 3%. Подрядчик отнесся к этому с пониманием. Здесь дело не в том, чтобы как можно дешевле, а в том, чтобы как можно лучше и надежнее. Если на улице строителей дорогу еще только начинают строить, то улица Центральная готовится к сдаче. Это следующий объект проверки общественников. Почти 600 метров территории частного сектора засыпали асфальтовой крошкой. И здесь у общественников снова есть замечания. Не устраивает пока качество прочистки канав. Не устраивает в некоторых фрагментах качество покрытия дорожного. Уклоны не соблюдены. Мы сомневаемся в том, как сделаны обочины. По решению общественного совета, подрядчик в середине следующей недели должен устранить все дефекты, предоставить документы и планы. Именно тогда инспекция вернется на эту дорогу вновь и решит главный вопрос, принимать работу или нет. Светлана Доброходова, Денис Лосев. День событий.